К сожалению, не попал ни в одну модель, поскольку он попал в число этих 220 респондентов из 2330, которые, к сожалению, не предсказываются данной моделью. В основном начали сгруппированы. Ну, допустим, возьмем 24-го респондента. Соответственно, это респондент женатый. Достаточно обеспеченный, высшее образование, работает руководитель, живет в юго-западном округе, в пределах МКАДа. Мы помним, что эти две категории, скорее, толкают нулевую модель. Так, 24-й респондент у нас. Его предсказанная группа все-таки единичная. То есть, в совокупности с другими характеристиками, он попадает в первую модель. Для него, таким образом, актуальна вот эта модель, то есть, такой набор предикторов. Потому что самое важное, что именно вот таким образом они действуют. Таким образом можно спрогнозировать для людей с таким профилем. С какой частотой они будут водить своих детей в досуговые центры. Можно, собственно говоря, это сейчас сделать. Для этого мы оставляем выделенными только людей из первой модели. Для этого я уберу старые расчеты. Прошу машину отобрать только людей, попадающих в единичную модель, в первую модель. Здесь можно было бы учесть, что у нас 200 человек вообще не попадают ни в какую модель. Не предсказываются они. Но по сравнению с 2330 человеками, 200 это совсем немного, поэтому вряд ли они сильно испортят. К тому же, нас интересует конкретно экспонент номер 24. Итак, вот этот 24.